Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 15 тонн, вопрос, 2992. «Если ваши свидетельства будут читать сектанты, то признают ли они, что вы верующие христиане, действительно возрожденные?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мнение сектантов вообще не является критерием верности определения, ибо они имеют поврежденное мышление, на все смотрят с сектантской узостью. Цитата. Меня попросили написать о том, как я обрела веру в Бога и оказалась в этой маленькой деревушке под названием Потеряевка. Мой жизненный путь ничем особенным не отличался от многих, но для меня самой с каждым годом все отчетливо вырисовывается великое Божие попечение, Божий промысел в каждом шаге моей жизни. Самым главным я считаю, что я родилась и выросла в христианской семье, и была окружена глубоко верующими родителями, за что безмерно благодарна Богу. И поэтому понятия о существовании Бога никогда не подвергались сомнению в моей голове. Но как бы я ни отдалялась от Бога своими поступками, Господь не отставлял меня, скорее всего, по молитвам моей мамы. У меня не было резких поворотов в духовной жизни, но понимание более глубоких истин в христианской жизни приходило ко мне постепенно. Бог открывал мне их и открывает по мере того, насколько я Ему это позволяю. Вторым великим Божьим благодеянием моей жизни было то, что я оказалась здесь, в этой деревне. Я почему-то с детства не внушалась деревенской жизнью, хотя сама родилась и выросла в городе. Но то, что окажусь в деревне, где все люди будут одной верой, одного духа, вот об этом я даже и не мечтала. Оказался я в этой местности за 600 километров от родного дома так. На свадьбе у сестры познакомилась с одним хорошим молодым человеком, который в скором будущем имел намерение приехать жить по Теряевку. Как только он смастерил домик на краю деревни, то приехал и забрал меня сюда. Вот так оказалась я в этой деревне, в этой общине, где обрела новых братьев и сестер во Христе. Разве это не чудо? Разве это не милость Божия? Слава Богу за все! Сестра во Христе Устинова Ирина Ивановна Мастепан. Цитата. Вырос я в верующей семье, и кое-чему уже был научен, наставлен. Оказался я в Патеряевской общине так. Пройдя из армии в 1992 году, у меня было два варианта. Жить и работай в городе или деревенская жизнь. Первый вариант меня никогда не привлекал, поэтому я и решил поселиться в сельской местности. Тем более в такой деревне, где половина ее жителей родня и все верующие. Этой деревней оказалась Патеряевка. С годами среди жителей складываются все более тесные взаимоотношения. Деревня становится как единая семья, так как все на равных почти условиях. От частого общения друг с другом, шероховатости, пап, точились. Не так часто стали цепляться друг за друга. В трудные минуты тебя поддержат. Ценю общение между членами общины, которые есть. А главное то, что я получил и получаю огромную пищу и пользу для души. За что всегда благодарю Бога. А это прикрывает, перекрывает все трудности житейские, все тревоги. До сего дня еще не пожалел, что прожил уже более десяти лет в деревне Патеряевка, где обрел себе таких прекрасных друзей. За что и слава Богу. Устинов Андрей Владимирович. 2 февраля 2006 год. Цитата. О том, что есть Библия, я слышала, когда была еще ребенком. Как-то я ехала в автобусе и услышала разговор двух людей. Они говорили, что наступит время, когда все мертвецы оживут, что об этом написано в Библии. И тогда у меня зародилось желание найти и прочитать эту книгу. И вот, когда мне было уже 24 года, я была уже замужем. Пошла я в магазин. Подошла к лавке, где продавались книги. И увидела, что на самом видном месте лежит Библия. Я попросила продавца оставить ее. Сама побежала домой за деньгами, так как Библия стоила 80 рублей. И это были в то время немалые деньги. Когда я несла ее домой, то испытывала какую-то непонятную радость и желание тут же начать ее читать. Читала я тогда часто и помногу. Муж Игорь тоже был доволен нашим приобретением. Мы стали читать вместе. Появилась потребность найти верующих людей. И вот как-то Игорь познакомился со свидетелем Иегова. Зывать его Леня. Он привел его домой. Мы долго беседовали. Потом оказалось, что это был сын одной женщины, с которой я вместе работала в ОТК ЖБИ. Жизнь наша приобрела тогда какой-то иной смысл. Мы были рады и довольны такой жизнью. Потом мы вместе помолились Богу. Игорь с Леоней вышли на улицу, а я осталась одна. И тут я захотела помолиться сама. Это была моя первая молитва. Был май 1992 года. Я попросила Бога, чтобы Он вошел в мою жизнь. Когда я закончила молитву, комната показалась мне светлее обычного. И радость, какой я не испытывала никогда в жизни, даже прыгала, как ребенок. Так мне было хорошо. Вскоре я и Игорь поехали на проповедь баптистов на стадионе. И здесь мы узнали, что и иеговисты говорят одно, а баптисты другое. Начались наши искания, которые привели нас в Потеряевку. Слава Христу! Глушкова Галина Валентиновна. Туровская. Исайя, 30 глава, 7 стих. Я сказала им, силы их сидеть спокойно. Премудрость Соломона, 30 глава, 28 стих. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертовах. Книга Сирахова, 12 глава, 12-13 стихи. Иной взял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою. Но очи Господа презрели на него благо ему, и он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Стихотворение. И до сих пор на них управы нету, ползучих, злющих и не так богатых. Да нужно ли, ораву, паразитов, кормить и пестовать по лживому закону? Просить бы их через совесть сито. На переплавку в Библию, как в доме. Лощеные, пузатые, срамные, ни разу лба никто не перекрестит. Страшат их мысли честные, прямые. Такой полчище, разбить бы всех их вместе. Засохшие вопрос себе не ставят. Зачем быть здесь, кому какая польза? Ночь кончится и распахнутся ставни, А светятся рабочие застолья. Я к совести пытаюсь достучаться, К душе пробиться, выдрать на молитву. Но им в их должности пригрезилось два счастья. Зарплата с пенсией и к секретаршам липнут. Шаг мужества, уверовав, оставить, Кормушки вороватых главарей. Друг друга не теснить и сбросить зависть. Не быть наложницей того, кто их пригреет. К двуногим, прососавшимся к безделю, Пытаясь достучаться, о суде напомнить. К монахам, рассосавшимся по кельям. Ждет на допрос всех современных понтий. 2006 год. Игнатий Лапкин.